Продолжение следует... На самом деле, нас судей 6 человек, и когда мы сейчас обсуждали, как мы будем снимать, в идеале нужно нечетное количество, просто никто не поверил в 3-3. Судьи подготовили интересный заказ для финала, который крайне трудно исполним в кальяне. Я его объявлю чуть попозже, а сейчас давайте все-таки представим всех наших судей, пускай они расскажут, чего они ждут от финала, какие у них эмоции от всего сезона и будут ли принимать участие в следующем. И мы начнем, наверное, мы с тебя. Всем привет! Я Валерий Платонов, VP-блог, и рад приветствовать всех зрителей на финале, всех участников. Эту камеру, да, я смотрю. Рад приветствовать всех. На самом деле, впечатление у меня неоднозначное, потому что иногда мой голос что-то решал, иногда мой голос ничего не решал, но в целом ребята показывали свой скил на протяжении четверти полуфинала, и это был очень хороший результат. Но сейчас будет действительно сложное задание, которое, я думаю, даже Илья Романов затруднится исполнить, но ребятам выпала такая честь, и я каждому желаю удачи, и пусть победит сильнейший. Илья Романов, директор по развитию продукта компании Чебака, и я полагаю, что не буду я желать им удачи, они уже дошли до финала, они большие молодцы, и поэтому я пожелаю им чуть-чуть больше фантазии, наверное, и вложиться полностью в то, что они будут делать, потому что задачка действительно сложная. Всем привет, Ашмянцев Илья, бренд-шеф сети кальян-клубов Амархайям. Заказ на финал – это один из моих любимых вкусов, которые вообще существуют, это классика в каком-то смысле. На мой взгляд, это крайне сложно выполнимое сочетание вкусов, на самом деле мы с Илюхой пораскинули, и очевидного решения этой задачи нет. Я считаю, что победит должен самый профессиональный, самый серьезно подготовленный мастер, и победит явно сильнейший, потому что здесь тот случай, когда пропасть невозможно перепрыгнуть на 90%, потому что либо ты попал, либо не попал. Будем пробовать. Привет-привет, дорогие зрители! Меня зовут Александр Ермолов, я бренд-амбассадор компании Satir. Рад присутствовать на финале, очень интересно мне поучаствовать, посмотреть, как ребята будут стараться выполнять это сложное задание. Это очень интересно и очень любопытно. Хочу сказать, что очень постарался смотивировать ребят, очень-очень интересно. Кто в итоге заберет одну из самых-самых последних баночек Total Flame оригинального? Да-да, да. Вот. Их вообще не осталось в России, так что мотивация, насколько я знаю, удалась. И желаю успеха, желаю яркого выпуска. Я думаю, все будет очень круто, все получится. Всем привет! Илья Кобзарев, директор по продукту Cobra Crew, и это финал. Да, ребята уже нагнали интриги, то, что действительно будет сложное задание. Я даже не буду это комментировать. И, ну, там как бы банкой Total Flame больше, банкой меньше, но у нас просто целый стол завален призами. И вот это все, это все получит один из победителей этого сезона Микс Дня Баттл. Это будет очень мощная заруба, у нас прошли сильные участники, действительно интересное задание. Так что ждем, это должно быть очень мощно. Да, я тоже, наверное, присоединюсь к идее того, что не стоит желать удачи, где действительно профессионалы. Я хочу пожелать ребятам получить от задания вдохновение, потому что я думаю, что полуфинальные задания, да и четвертьфинальные задания вдохновили ребят не просто на победу, а на какую-то идею нового вектора развития, возможно. Поэтому я желаю ребятам самим получить удовольствие. Друзья, перед нами целый стол подарков. Все наши уважаемые спонсоры предоставили продукцию. Также, если в течение сезона участники не получали кальян, также у нас здесь для победителя есть клевый кальянчик от компании Хуб. Вот за это все, сегодня они поборются. Также победитель первого сезона получает право судить второй, если захочет это сделать. И он сойдет в судейский состав. А теперь давайте знакомиться с участниками, узнаем, чего они хотят от финала. Коля, привет! Ты в финале. Расскажи, как ощущения? Насколько страшно? Волнуешься ли? Чего ждешь? Да я в ахуе. Сука, он спитил мою фразу. Коля, расскажи, от чего ты в ахуе? Да в целом, что я тут уже сутки сижу и ничего не ел, кушать хочется. Как считаешь, сильный у тебя оппонент? Пробовал ли ты его кальяны до этого? Да вообще там, блядь, ебанутый челик. Пуэр хуячит через сатир. Это ж, ну, а мои аплодисменты. Ну, красавчик, че. Коль, готов? Нет. Нет? Желаю тебе удачи. Спасибо, да. Жень, привет. Ты в финале. Расскажи, как ощущения? Коля спиздил мою фразу. Я тоже в ахуе. Чего ждешь от этого батла? Мясо, мясо. Как тебе? У тебя оппонент с опытом, достаточно известный в своей сфере. Как он тебе? Как тебе его кальяны? Да че, ну, я его выебу. Звучит интересно. Женя, желаю тебе удачи. Спасибо. Так, друзья, я понимаю, что вы уже и переходите на жесткие шуточки, панчи летят за панчем. Оба готовы. Кивните, если да. Понял вас. Друзья, ваше задание на финал – это виски савер. Алкогольный коктейль, в который кальяном, по моему мнению, попасть достаточно трудно. И здесь не будет кто-то ближе, кто-то нет. Здесь будут варианты «либо попал, либо не попал». Это крайне сложное задание, которое вам предстоит сделать. Скидывайтесь. Решайте, кто начнет, как вам удобнее. Хотите монетку, хотите на Цуэфа. Давайте. Коль, у тебя есть выбор. Начнешь, а отдашь первую чашку. Жень, ты начнешь. Можешь перемещаться за бар и погнали выбивать табаки и забивать. Жень, вот ты в финале. Это твоя забивка этого сезона последняя. Не будем говорить ранее. Этого сезона точно последняя. Поэтому можешь приступать. Я смотрю, не изменяет традиции. Да? Ведро смоклаба. Вот оно, ведро смоклаба, которое Жене пока приносит удачу. Служит верой и правдой. Да. Жень, рассказывай. Я вижу огромный пул табака. Кошмар. Кошмар. Виски савер, сложный алкогольный коктейль. Это барменская классика. Я думаю, что ты и пил, и знаешь, как это. Пил достаточно давно, но помню, что он схож с салфэшеном, который я люблю. Вот. За исключением того, что у меня есть пена из белка. Да. Это очень сложный коктейль в плане ароматики, в плане вкуса, потому что очень многогранный и очень тонко нужно понимать пропорцию. Я жду твоего рассказа, потому что это интересная забивка. Я бы сам с радостью на ней подумал. Потому что многие зрители даже писали в комментариях, что почему бы тебе не делать мне там, типа, как ведущему, в конце свой вариант. Ну, я, к сожалению, только ведущий. Поэтому давай. В общем. Волнительно. Очень волнительно. Я долго сидел, думал, что делать, но, пожалуй, пора действовать. Что там? Ваниль Сибера. Буквально чуть-чуть. Давай, буду помогать тебе. Давай. Как всем помогаю, и тебе буду помогать тебе. Пойдет у меня так же, там, буквально с капелькой. Что это? Чизкейк от Дафта. Чизкейк Дафта. Спросишь, почему? Нет. Ну, ладно. Зачем чизкейк? Я так говорю, что ваниль с чизом, это вот та самая белковая. Да, некая вот эта вот густая пенка, которая сверху. Понял. В целом, задумка хорошая. Почему нет? Положу чисто, так скажем, к бортику поближе, чтобы оно, чизкейк, не давало лишней своей вот десертке. Но, тем не менее, какая-то плотность и вот эта вот сладость была, условно, белковая. Слушай, ну, у тебя достаточно сильный оппонент, который проходит. Сильный. Сильный оппонент, человек с опытом. Помочь? Да нет, я... У тебя ручки грязные. Я буду у кого грязные ручки, а Коля помогал тебе, помогал тебе. Коля человек с опытом, работает в шишки, шишка лаунж, многие знают. Все, кто профессионал коленой индустрии, знают это заведение с репутацией, с историей. И Коля прошел шишкинскую школу, и в миксологии, жару, он ко всему это очень трепетно относится. Вот. Чем ты ему будешь отвечать? Вот как чувствуешь, так и говори, не волнуйся. Пятым чувством своим. Пятым чувством, хорошо. Это то самое, что наить, что наить. Наить, 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 а это что? Обоняние, осязание? Ну, что-то типа того. Ну, что-то типа того. Так, честно говоря, не знаю, сколько нужно, должно быть, точнее, лимонного вот этого фрэша. Лимон лайн и ред черри. Это кисленькая составляющая этого микса будет. Хватит, закрываю. Да, смешал вместе, положил на дно, чтобы ред черри был не таким агрессивным, но общая кислота присутствовала. Понял, что дальше? Супернова. Я боюсь, что вместо в шишки не хватит. Да, чуть-чуть суперновы. Говорят, она приносит неудачу, но я попробую, рискну. Потому что все-таки этот коктейль подается холодным, как ни крути. Закрываю. Да. Супернов убрал. Дальше у нас идет кентукки от сатира. Буквально пара листиков усилить копченые ноты виски. Дальше поймете, почему. Это виски сам. Да, сам виски сингл молд скотч кобры. Да, это единственный, наверное, настолько натуральный вискарь, что даже от одного запаха становится прям чуть-чуть не по себе. Мне еще векторский очень нравился виски. Да, у них тоже был действительно хороший аромат. Но кобры сейчас из доступных, я думаю, да, мне хватит. Из доступных, я думаю, на рынке сейчас. Что дальше у тебя тут? Белый чай чебаки. Хороший ингредиент, интересный. Неожиданно, да? Да, почему? Потому что все-таки в оригинале в этом коктейле должен использоваться бурбон по-хорошему. Да. А бурбон, он не такой спиртозный и более сладкий, нежели виски. А белый чай, он не даст своего вкуса, он даст мне лишнюю сладость. Хорошая идея, почему нет? Просто почему я так подробно спрашиваю зрителей, которые вы нас сейчас смотрите, я надеюсь, что рассказы участников, точки зрения, их мнения, как-то смогут вам что-то подсказать и помочь в вашем становлении кальянного и понимании кальянного дела. Это интересно, потому что у каждого мастера своя политика, свое видение процесса. И у тебя осталось еще там что-то, вижу. Да, буквально пара баночек. Давай, помогу. Бахнешь, будет прям вообще прекрасно. У нас не так много места. Грейпфрут, вижу. Да, грейпфрут эльфатера. И марачино черри. К чему они? Да. Это биттер. Биттер входит в состав того же илдфэшн и виски саура. Это такая терпкая, горькая, не знаю, настойка или типа того. Очень близка к грейпфруту, на мой взгляд. Блин, мне понадобится шило для этого дерьма. Вот тебе шило. Магия. Это финал, должно быть все ровно, четко. И волшебно, я так понимаю. Да, потому что это важно. Я хочу, чтобы обе чашки были крутые. Я хочу, чтобы я просто, когда этот сезон закончится, я откурил эти последние два кальяна и думал, блядь, все пацаны красавчики. Я, когда собирали участников первый сезон, это был личный обзвон, типа, знаешь, сейчас пойду. И несмотря на сложности со временем у многих, вторые работы, все всегда договаривались, приходили и хочется закрыть сезон красиво, сильными чашками. Ну что там, грейпфрут и марачино-чери. Грейпфрут, да, чуть-чуть марачино-чери. Пусть будет так. Чуть-чуть мешану, чтобы они обменялись. Да, это, если ты говоришь о биттере, то, наверное, выбор неплохой, но тебе виднее в любом случае. Ну, опять же, я больше опираюсь сейчас на какие-то свои ощущения. Да. И вот это все дело... Для тех, кому плохо видно, Женя сделал колодец и внутрь колодца уложил грейпфрут с марачино-чери. Это многие так делают для прохождения воздушного потока. Разные плотности укладки воздух будет проходить по-разному, соответственно. Так ноги поступают. Будем надеяться, что сработает. Это твое? Готово? Это готово. Друзья, давайте переходить ко второй чашке. Коль, вот ты в финале, вот твоя забивка. Это финальная забивка сезона. От этого будет зависеть, какой путь ты выберешь дальше. Пойдешь пробоваться еще на один сезон или будешь его уже судить? Сам бы чего хотел? А мне, честно, я уже так похуй. Ну, ты же волнительно. Вот не скрывай. Ну, волнительно. Не столько от накала страсти, а волнительно от того, через чего я хочу зайти. Поэтому тут именно волнение скорее с самим собой, чем вахват от того, что происходит в округе. То есть, есть, конечно, шлифтый мандраж, но... Но приятно, что он есть, значит, ну, что проект действительно удался. Ну, когда на тебя три проекта смотрят и две камеры, ну, тут мне вот этот мандраж играет, если честно. Ну, здесь кому что. Ну, не знаю, для меня, вот даже сейчас, когда мы снимали приветственный дубль, да, стартового сезона, он, ну, финального сезона, финальной серии, мне показалось прям очень живенько. Все, несмотря на то, что подустали, и съемочный день длинный, все равно как-то все взялись, потому что это реально финал, это очень интересно. В финале два крутых чувака, и я обоим обжелаю удачу, потому что это круто, и я жду твою забивку. У тебя Эвил Мун глазурь, да? А Смаклаба, да, опять. Почему нет? Люди любят чашки, на которых им комфортно. Да, она просто уже прокурена, поэтому погнали, только что недавно. Давай. Короче, погнали. С чего заходишь, рассказывай, буду тебе помогать подавать. Ну, в своем понимании, все-таки это виски, это саур, то есть это с коренной, это именно крепкий напиток, с очень крутой ароматикой, непосредственно кислиночки, вот все вот туда. Я, как предыдущий оратор, скорее всего, вряд ли могу раскидать там четкие понимания, как это, куда, чего, зачем. У меня есть легкое понимание, как я это вижу, потому что виски саур я пил в целом, у меня он заходил, но у меня это все-таки какая-то яркая кислинка, виски не доминирующий, и все-таки это все приятно. Но после вкуса как раз алкогольный, поэтому мы сейчас его пробуем добиться. Скорее всего, я пойду в два слоя. Просто в прошлый раз ты заходил с секторов, я, например, сектора на прямоточной тяжести не очень понимаю, слои, например, наоборот, мне больше ближе по, больше ближе, так нельзя говорить, ближе по понятию курения кальяна. Ну, здесь да, здесь сейчас самый тонкий момент, не обосраться с вискарем. Да, подожди, я сейчас его верну. Потому что его должно быть в меру. Опять же, попытался себя обезопасить, сделать нижний слой. Больше играющий не простым виски, а именно как коннектором с верхними слоями. Через какие? Сейчас все расскажу. Давай-давай, конечно. Я не буду тебя торопить. Искоречко. Давай, что там смонтировать. Да. Мы не все можем. Нестандартный подход, захожу через Джинджер Кэндис от Соспектрума. Интересно. Мне он как раз нужен, чтобы было связующее звено между верхним и нижним слоем. И самое, что сейчас будет приятное в дальнейшем, Я это все еще зашлифую Кентукки, хотя нет, он не будет всех. Да. Вот так вот человек меняет забивочки на ходу. Это значит, что мыслительный процесс каждого мастера состоит из отдельных своих закоулков. И все же отличительное, по мне, как я, насколько я помню, у Виски Саур есть легкий холодочек. То есть такой освежающий все-таки это напиток за счет тех же цифровых и все прочее. Я кидаю нижний слой чуть-чуть Суперноур. Суперноур Дарксайда. Уходит к Спектруму и Кобре. Сейчас самое интересное, как по мне. То, что сделать? Фрегатику ебануть. Вот так вот. В ход пошел фрегат. Впервые за сезон кто-то взял его в руки. Ну, если я понимаю, что с ним делать, а именно... Мне он нужен как раз для того, чтобы он забрал чрезмерную притерность Вискаря, который может нахуй все убить. И, соответственно, ну, так скажем, разбавил вкус. Помимо этого он дает крепость, то, в принципе, что мы хотели от Вискаря получить. Плюс это, я так понимаю, Артик Мангеты, которые с холодком смяты фрегатик. Конечно. Они еще Суперновый. Опять же, Суперновая для чего была нужна, чтобы это все взаимодействовало. Оп, шляпно, шляпно на коленочке. Это финал, ребят. Нужно чуть подождать, сами понимаете. Нужно как бы... Это был мой первый выпуск, когда я что-то рассказываю, зачем я что-то кладу, потому что... Ну, вот мне, наоборот, интересно тебя слушать, несмотря на то, что я там с твоим творчеством кальяном знакомый буквально там издалека. Мне, например, очень интересны подходы других людей, и я поэтому всегда стараюсь вести, чтобы спрашивать, почему, как. Потому что все в течение сезона настолько по-разному делают. Настолько... Даже тот же ваш выпуск с Вовой, да, где вы делали Беллис, это были кардинально разные кальяны и оба Беллис. Вот, ну, типа... Ну, да. Я очень надеюсь, что я виски немало положил, но есть, опять же, док-история, а именно это кентукки по стеночкам. Пахнет уже вискарем, таким прям недрюбом. Да, виски пахнет достаточно ярко. Если вы курили виски Кобры, вы должны понимать, что это очень яркий аромат, который прям чувствуется очень сильно. Заебись. Так, салфетки? Да, можно, пожалуйста, поухажите за мной. Да, не вопрос. Как у вас в целом дела? Пишите в комментарии в целом. Что думаете вообще в целом? Там блогеры сидят. Да, чисто инстаграмм Фанич, собака Фанич, если интересно, послушайте. Через единичку. Через единичку, все верно. Но я буду отмечен в этих всех видосиках интересных, поэтому... А вот сейчас что и боялся. У меня сейчас пальцы вискорее. Если он попадет наверх, мы будем грустить. Ну, как мы, я так точно. Ты постарайся. Да, ничего страшного. Я буду ухаживать. Я буду за грязь. Ничего страшного. Соответственно. Что идет в ход дальше? Дальше идет легкое прикрытие сатир. Сатиром. Кентукки. Кентукки. Копчененький лист. Да, кентукки. Он мне нужен для того, чтобы он тоже на себя забирал какую-то часть температура. Ну, я думаю, что вы сейчас видели, что и второй участник тоже брал кентукки. Это что-то о чем-то значит. Я взял просто, чтобы усилить все-таки вискормию. И он делал ровно, по-моему, до этого же. Я просто тоже немножечко нервничу. Может быть, что-то не запоминаю. Потому что для меня снять такой проект – это огромные силы затраты. Молодец, Димас. Лучше на какие-то формы. У меня телефон разрывается уже от того, что я делаю, где я нахожусь. Если что, как бы помянем. Ой, ну, в смысле, да? Я понял, да. Соответственно, я вот так накидал. Вряд ли он что-то изменит. Но мне это будет спокойнее. Я прикрыл торчащие листы фрегаты им, чтобы это все опять же не загорелось. Так, сверху. Сверху я нашел контейнер лимончелло. Сибирский. Мне это стало интересно, конечно. Да, сибирский лимончелло хороший. И лимончелло в целом на рынке, как табачных продуктов, не так много. Что ты там совершаешь какие-то махинации? Да я пытаюсь вискаре отбить лимончиком. То есть ты там еще и лонгайланд. Иди отсюда. Иди отсюда, я тебе сказал. А это уже нашкодил этот. Ну ладно, бог с ним. Короче. Илюха уберет. Лимончелло мы кидаем секторами. О, господи, вот началось опять вот это вот. Не, на самом деле у меня будет именно отдельный слой. Объясню почему. Они будут все по отдельности лежать. Для того, чтобы аромки сами с собой не смешались. И при курении у тебя они чувствовались намного ярче. Потому что если это все закомпотить, что-то проебется, что-то наоборот будет слишком сильным. Вот подход человека. Есть такое мнение, которое имеет право на жизнь. И я думаю, что оно чем-то подкреплено, наверное, опытом, пробами. Получается так. Да, потому что есть такое понятие, как конфликт компонентов. Когда внутри табачной смеси разные вкусы между собой конфликтует. И когда-то это выходит в лучшую сторону, а когда-то портит все. Соответственно, дальше поехали. Лимончелку мы положили. Здесь же мне нужна яркая вишня. Для чего? Точнее, не вишня, а кислинка от вишни. И это рот-черри? Это рот-черри, да. Мне она нужна для того, чтобы загнать цитрус. На который я, скорее всего, положу. Или не положу. А сейчас опять же, кандинально меняется. Мое понимание, что я хотел сделать. Ну нет, да, все верно. Его мы кинем в центр. Так, рот-черри идет в центр чашки. Рот-черри кинет в центр чашки. И еще от чего? Мне нужна ароматика этого продукта. Хоть он и жароупругий. Жара как-то туда чего-то. У меня непосредственно нужна одни вот кислинка. Да, рот-черри, я думаю, многие наслышны. Один из самых кислых вкусов на калерном рынке. Вот, и опять же, дальше идет нахловский лимон-мята. Вот так вот. Неожиданно вдруг в 20-м году Коль раскопал вот такой продукт. Да, я сам был шарик. Опять же, снизу у нас есть холодочек, который мы задумывали изначально. Но сверху у нас ничего нет. Освежающего и пока чашка дойдет. Ну, мы можем уже проиграть финал в целом. Вот. Соответственно, я его тоже так легонечко закидываю в оставшиеся места. Коля делает такой перекрестные сектора, которые аромки раскиданы по всей чашке. Четыре сектора так. Четыре вот так. Иди отсюда. Илюха, дядя отсюда. Просто все там тихо. Ну как тихо. Я понимаю, мы снимаемся. Вот всем уже не терпится. Вот они все по чуть-чуть таки забегают, а пытаются что-то как-то. Но в этот момент мы ничего не произносят. Опять же, ярко вся эта бежуха не была. Мне понадобится грейфрути. Вот так вот, друзья, мы видим, как это семь, это восьмая банка плюс фрегат для того, чтобы создать один четкий, хороший алкогольный вкус. В целом, я надеюсь, что из этого что-то получится. Я могу воспринимать это как готово? Да. Друзья, вот она вторая чашка. Давайте нести их судим и посмотрим, кому, какой уйдет голос и кто же справился лучше. Крайне интересно. Так, друзья, вот они, финальные кальяны. Они попробованы судьями. Я думаю, что все из вас приняли уже свое решение. Я тоже на всякий случай попробовал. Я начну, наверное, с ближнего, ко мне стоящего, с Фила. Фил, предлагаю начать тебе. Да, миксы сложные. Задача оценки усложняется еще тем, что я от алкоголя достаточно далек, но виски Саур один из моих любимых, наверное, коктейлей, которые я нечасто наберу. И я старался понять, что же мне нужно отслеживать в этих кальянах. Я понимаю, что это белок, понимаю, что это неяркий алкоголь, потому что я алкогольный вкус не люблю. И именно Саур меня спасает тем самым, что там не очень яркий вкус алкоголя. Поэтому задача была передать белок, как, точнее, для меня отследить белок, его сладость, легкую кислинку. Я привык, наверное, больше к яблочным, нежели к каким-то цитрусовым Саурам. И задача была отследить, что неяркий алкоголь. Меня смутила лишняя кислинка в кальяне по левую руку. Но затяжки на 5-7, я удивился, что действительно кальян по одной затяжке не определяется. Нельзя ему дать характеристику. И затяжки на 5-7 я разглядел нужное количество алкоголя. Это приятный бонус этому кальяну. Но все-таки цитрус меня смутил. Аргумент еще касательно правого кальяна. Мне понравилась сладость. То есть, возможно, слегка излишняя, возможно, белок не требует такой сладости. Но я скажу, что, наверное, мой выбор кальян по правую руку, потому что, скажем так, баланс, скорее, близок к тому, что я хотел получить от этого кальяна. Спасибо. Задача сложная, нетривиальная. И подобрать более жесткие виски, наверное, в данном случае не совсем правильно. Коктейль не настолько жесткий и грубый. Должны быть мягкие ноты, действительно, должен быть определенный тип белка, какая-то небольшая сливочность вокруг виски и четкая кислая нота. Легкая травянистость, кислинка и свежесть в обоих кальянах мешают сказать, что вот это прям четкое, стопроцентное попадание. Но выбирать из этих двух кальянов действительно сложно. Я свое предпочтение отдаю правому кальяну. Вот этому. Для меня более нежный виски, наверное, сыграл больший плюс. Однако надо дать уважение и левому тоже, с точки зрения того, что вначале это был очень-очень грубый вискари, который отдавал очень цитрусовой кислой нотой. Потом он начинает смягчаться в процессе курения. К сожалению, в левом кальяне мне чего-то не хватило, так что я тоже за правый кальян. Выбор был действительно непростой, поэтому я отображу свой выбор небольшой такой миниатюрой, что эти два кальяна, как Пол Уокер и Вин Дизель. И финальная сцена, когда они разъезжаются по двум разным дорогам, но Пол Уокер умирает потом, а Вин Дизель дальше снимается во франшизе Форсажа. Вот, соответственно, он и победил. Получается, вот этот кальян, тот самый Пол Уокер, ну, это действительно неплохо, но меня очень смутила нота, которая была на протяжении всего курения, она какая-то шоколадно-пряная или карамельная, она меня очень сбивала и отвлекала, и я не мог назвать это виски сауром полноценно. А вот тот кальян, который слева, который Вин Дизель, который с нами еще до сих пор, вот, я даю ему свой голос, потому что, ну, там не стопроцентное попадание, но именно к понятию виски саур, коктейльному, мне больше вот то попало, вот. Есть к чему придраться и в левом, и в правом кальяне, но меньше вопросов у меня вот к этому кальяну, потому что из того, что меня там смущает, только какая-то излишняя свежесть, то есть, я не знаю, видимо, супер новая или что-то такое. Где-то я это уже видел, да, но действительно, кальян слегка излишне свеж, но при этом у него есть все остальные требуемые мне в виски саур ноте, которые, ну, тем не менее, вышли только спустя какие-то 5 минут курения. Левый кальян, на мой взгляд, ушел куда-то не туда, он ушел в излишнюю жесткую цитрусовость, и ассоциации с коктейлем он мне не дал. Так что однозначно вот этот кальян, несмотря на то, что вопросы есть и к нему. Ну, значит, задача у нас была собрать виски саур, это мой любимый классический коктейль. Что в нем должно быть? Должен быть сливочный белок, нейтральный, несладкий, должен быть лимонный фреш с ясной своей цитрусовой кислой нотой, должен быть сладкий виски бурбон на основе кукурузы. Для меня только в одном кальяне более-менее нашлось это сочетание вкусов, этот контраст, очень нежный, приятный коктейль сам по себе. Нежный, поэтому, да, но он не требует никакой жесткости, никакой чрезмерной яркости, которую я почувствовал в кальяне слева. Вот этот переход от сливочной нежной базы к какому-то виске такому томному и заканчивающейся-то все панч лимонного сока, то, что я нашел в кальяне справа. Ну, я не знаю, не хочется на самом деле сейчас описывать все эти вкусы, описывать то, как каждый из нас воспринимает виски саур, да, и что это такое, что он чувствует, за что он ценит, из каких ингредиентов собраны эти коктейли. Все уже все рассказали. Меня вот что напрягает. Ребята заставляют меня курить что-то, кроме сатира, да, и это на самом деле очень серьезное испытание для меня, правда. Там, как бы, поддержите меня, пожалуйста, это было непросто. Правда, непросто. Да, да, да. Вот, ну а если серьезно, до этого тоже все было сказано серьезно. Вот, тут два алкогольных коктейля. Один хороший алкогольный коктейль, такой с яркой кислиночкой, который просто вкусный, но совершенно не виски саур. Очень вкусный алкогольный коктейль, да. Второй кальян, тоже очень вкусный алкогольный коктейль. Он, я бы тоже не назвал его виски саур, но из этих двоих он был все-таки ближе. Я, ну, выбираю кальян, который справа. Вот, и, наверное, закончим на этом, да. Надо выяснить, кто выиграл. Друзья, это 5-1, и победа в данном случае. Победителем первого сезона. Микс дня батл становится... Женя Замудов! Иди сюда, иди сюда в кадр. Поздравляю. Так, друзья, вот так вот, 5-1. Коля, иди сюда, что ты там как бедный стал-то. Мой пиздёк! Ну как это, как это? Мой пиздёк! Давай сюда. Вот, давай, иди сюда. Друзья, награждение победителей, вы сейчас посмотрите, следующим кадром. Но самое главное, что мы закончили этот сложный, профитный и быстрый сезон, который, я надеюсь, вам понравился. Мы старались сделать интересно, сделать познавательно. Я благодарю всех, кто здесь поучаствовал. Ребят, спасибо вам большое за то, что вы откликнулись на мою просто по-человечески, хорошую, дружескую просьбу поучаствовать, поддержать проект. Спасибо вам большое. Спасибо всем компаниям, кто предоставил нам спонсорские подарки для участников, чем мы могли их чуть-чуть хотя бы мотивировать, помимо клёвого развития. Друзья, вот и закончился первый сезон. Я тебя поздравляю с победой. Спасибо. Коль, ты показал очень крутую игру на протяжении всего сезона. Это было реально клёво. Ты проходил круто, с запасом и всегда попадал чётко. Что помешало тебе в этот раз выиграть? Что было не так? Ну, да, суперново, конечно. Вадим, привет. Так вот. Ну, как по мне, всё-таки я переборщил с лимончиком, с лимон-лаймом нахло. Он сожрал всё, что должно было быть. И, ну, наверное, я всё-таки... Ну, не наверное, я не знал, что там должен быть именно сладкий вкус, что-то типа вот именно белка. То есть я собирал на кислые виски. Опять же, слабо чувствующиеся виски с охуевшей кислинкой лимончика. Вот. Ну, типа я сейчас его пробую, в принципе, в этот заказ я попал. Ну, блядь. В сауре хуйное. Вот, типа, нет. Жень, как тебе удалось победить? Я видел твой пул табака очень много, дохуя. И что ты думаешь, что помогло, что было не так? Нравится ли тебе вообще твой победный кальян? Ну, как я тебе и говорил до этого, это, наверное, какое-то шестое чувство, которым я руководствовался. В целом, получился он так, как я планировал, как я его все представлял в голове. Вот. Возможно, он, конечно, отходит от оригинального саура, потому что я этот коктейль пью крайне редко и последний раз пил очень давно. Вкус плохо помню. Ну, судя, как бы, решили, выбрали уже более близкий к заданию. Слушай, мы тут амбассадора искали. Спасибо, Саша. Коль, тебе сейчас подарю много табака. Да, какой там много? Ну, я понимаю, что по сравнению с этим это не так много. Но, тем не менее, дома у тебя будет запас. Жень, это все, что лежит на столе, и плюс там еще лежит то, что не помещается просто на стол. Это все твое. Так же, как и кальянчик, сайбер от Хуб, и куча табака. Теперь у тебя дома есть полный набор. Наши компании позаботятся о тем, чтобы вы... Это я тебе свою подарю. Компании наших спонсоров позаботитесь о том, чтобы у всех были призы, подарочки и ништяки. Курите вкусно, курите клево. Я говорю большое спасибо всем компаниям, которые приняли участие в этом нелегком проекте, который организовать не так просто, как кажется. Спасибо Сатиру, спасибо Спектруму, Кобры, Чебаки, компании Бау-Бау, Смоклапы, компания МХуб за все, за всю помощь и организацию. Ребят, спасибо, что посмотрели. Будьте с нами. Пока-пока. Вот теперь все. Спасибо. 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 Спасибо.